Всем привет! Всем привет! Меня зовут Костя Павлов. Самое интересное, проверять это не просто рекламу, а рекламу от блогеров. Это всегда не просто, ведь есть вероятность, что блогер может просто обидеться. Также я понимаю, как строится такая реклама, и мне иногда сложно объективно реагировать на такую рекламу от коллег по цеху. Но все же я иногда это делаю. Не так давно я проверил дешевый триммер, и триммер, который рекламировали другие блогеры. Ну и результат, конечно, оказался ожидаемым. Дешевый триммер проиграл. Ты получаешь за 500 рублей жужжащую штуковину, которая ничего совершенно не делает. Но на днях я увидел ролик от Кати Коносовой, где она сравнивает дорогое средство для ухода за лицом и дешевое. Вот это прям моя тема. И знаете, я посмотрел все ее видео, сразу скажу, что оно мне очень понравилось. Но осталось ощущение, что это не просто проверка, а реклама. И как ни странно, это реклама товара с Алиэкспресс. Но это лишь мое предвзятое мнение, поэтому я решил сделать свою собственную проверку. Так, скажем, мужской вариант. Ну а в конце я разберу дорогой и дешевый вариант, и посмотрим, что же там находится внутри. Для этого я купил настоящий Foreo Luna Mini 2 и подделку. И тут я сразу скажу, что подделка мне обошлась в 10 раз дешевле. Итак, давайте откроем и посмотрим, чем же они отличаются. Знаете, я вам честно скажу, даже если бы у меня не было оригинала здесь, я бы сразу понял, что с этим что-то не так. Не знаю, как это передается или нет на камеру, но это все настолько дерьмово выглядит. Здесь куча клея какого-то. Клей даже залит вот в эту вот дырочку, которая, я так понимаю, для зарядки. Все слишком плохо, здесь все оттерто, все какое-то мутное, неприятное на ощупь. И если его включаешь, вибрирует он как-то очень странно, очень как-то мощно. Знаете, так будто бы ты в какой-то трактор сел. Ну, короче, я не знаю. Я еще не включал, так скажем, настоящую. Может быть, настоящая точно так же. Но этот просто капец, как-то не наслышите, нет. А во, короче, чтоб вы понимали. Ощущение, что это дизель. Знаете, есть бензиновый мотор, а это вот дизель, блин. Вот реально ощущение, что это дизелек. Очень дерьмово все сделано. Так, давайте попробуем, посмотрим настоящий. И вот сразу же первое ощущение того, что... Подделка мне сверх не понравилась. Хочу ощутить теперь настоящее. Так, ну вот, вот, вот просто даже уже по тому, как я ощущаю вот этот вот силикончик. Очень приятный на ощупь. Прям очень сверхприятный. Вообще даже рядом не стоит, серьезно. То есть, ну, пока что на ощупь все круто. Оригинальный, просто офигенный. Я прям чувствую, какой он клевый. Я же думал, вы видите, насколько это разница. Просто даже вот трогаешь и понимаешь, что вот это вот качественно. Так, теперь попробуем давайте включить. Итак, включаем настоящий форел. Ну, он прям... Ого, он прям тоже так прилично вибрирует, оказывается. Вот это я не знал. Так. И знаете, что мне здесь нравится? Что здесь ты жмешь на минусик и просто держишь. И она, видите, слышите, уменьшается. На плюсик. То есть, не нужно чпок-чпок-чпок постоянно делать. Вот так вот не нужно делать. Можно просто нажать ей. И она постепенно уменьшится. Нажать ей. И она постепенно... Так, просто сразу для сравнения хочу включить эту. Жалко, что через камеру это все не передастся. Здесь чисто вот мои исключительные ощущения. Вот это вот просто вот он, знаете, он просто гудит. И все. Это какая-то вибрация, она какая-то другая. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот она какая-то действительно другая вибрация. Мне кажется, я могу быть вдруг необъективным, поэтому я хочу, чтобы женские руки потрогали одну из форео и сказали, насколько им нравится или не нравится вот эта щеточка. Вот потрогай сначала вот эту щеточку. Вот, да, вот эту вот. Как тебе? Она не нравится, да? Вот эта вот жесткая часть. Да. Так. И вот насколько тебе нравится или не нравится? Вот сначала вот эту потрогай. Нет, она приятная глобально. Нормально. Да. Так, теперь вот эту потрогай и скажи, какая тебе больше нравится. Вот вторая по приятной. Сразу же, да? Прямо вот. Ну, сейчас можешь открыть глаза. Да, можно? Да. В общем-то, как ты видишь, это поддельная была первая, а вторая была настоящая. Сразу это прям ощущается? Ну, я прям вот так и сказал. Просто вот, смотри, потрогай. Вот, возьми вот эти вот щеточки на ощупь. Просто потрогай, да, и скажи, как тебе на ощущения, как ты вообще... Ну, вот эта страна приятнее всего. Это все, что ты можешь сказать? Она мягкая. Хорошо. Теперь я тебе даю другую и скажи, какая тебе более нравится. Вот так вот. Это прям сразу, да? Да. Прям однозначно. Все. Ну, разница чувствуется. Гигантская разница? Да, конечно. Давайте попробуем поддельное и неподдельное Foreo на водонепроницаемость. Мне вот, например, очень-очень интересно, как они будут себя вести в воде. Ведь же это главная, ну, суть в том, что ты можешь, например, там прям сразу в душе пользоваться тем и другим устройством. Блин, она просто прекратила работать. Она про... Блин, или это заряд закончился, или она просто из-за воды сразу прекратила работать. Это продолжает работать. Это не работает. Даже несмотря на то, что пытаюсь ее включить. А фиг его знает. Неужели так вот быстро просто раз и все? Блин, а я ведь столько еще всего хотел проверить. Ё-моё. А как ее теперь заряжать? Она же там где-нибудь перемкнет, блин. Блин. Капец, это, конечно, неожиданно просто. Как я и обещал, в конце я попробую вскрыть эти устройства и посмотреть, что же там внутри. Потому что, ну, мне, например, очень интересно. Вот как пацану, как мужчине. Начнем давайте вот с поддельного. Так, ну, во-первых, давайте проверим то, как они скрываются. Вот это достаточно легко, как вы видите. Ну, просто вообще, я не знаю. Изи. Даже особо-то и нож не нужен. Можно тут все руками сделать. Вообще просто капец. Это так просто оказывается. Раз и все. Очень просто. Изи. Давайте порвем ее чуть-чуть. Собственно говоря, все. Вот эта резиночка снимается. Ну и все. Такая фиговая. Так, дальше. Тут мы видим, что у нас уже какие-то ржавые болтики. Хотя он в воде-то побывал буквально вот раз. Ну, видимо, он такой уже изначально. Так, самое интересное. Что у нас там внутри? В общем-то, все довольно-таки понятно обычно. Здесь вот кнопка. А, вот это я так понимаю, заряжалка. Это кнопка включения. Это плюсик-минусик. Это аккумулятор. Ну, а вот он сам моторчик, который у нас делает вибрацию. Ну-ка, попробуем. Может, сейчас включится. Может, он подсох. О, е-е-е-е. Такой смешной. Так, ну, слушайте. У нас есть с чем сравнить. Так, плюсик. Делаем. Плюсик. Все. Есть. Так, теперь настоящий Foreo. Ага. А тут-то не все так просто. Так, смогли подцепить. Тут он, конечно, более герметично все сделан. И он там чувствуется, что он весь проклеен там внутри. Блин. Ну, короче, да. Он внутри там прям весь как-то проклеен. И как-то сделан эта резинка. Что? Я, конечно, не так просто уже не снять. Я чувствую, что я с кого-то кожу сдираю. Ну, в целом, это немножечко похоже на то, что было у нас здесь. Но, как вы видите, здесь все прям проклеено. И, кстати, здесь нет этих шурупов, болтиков. То есть, блин. Интересно, интересно. Как там дальше вскрыть? Так, а вот это уже, конечно, интересно. Что-то я ожидал будет попроще. Хочется же все равно посмотреть, что-то внутри. Ну, это, конечно, какой-то анрел. А! Ох, блин. Ох, блин. Прям по пальцу дубанул. Е-мое. Е-мое, неужели я не смогу ее вскрыть? А что за фигня? В общем, чтобы не покалечить себя к своей конечности и, не знаю, что-то еще, да, я, честно, не знаю, как ее вскрыть. Вот. Ну, как смог здесь, покурочил ее, но честно. Дальше я бы не хотел это делать, потому что я чувствую, что могу себе чем-нибудь навредить. Вывод очень простой. Если у вас есть деньги, то однозначно нужно брать настоящий продукт. Если у вас нет денег, то тут уж на свой страх и риск. Щетка это, в общем-то, не первая необходимость, а скорее дополнение к хорошему, качественному ходу. Поэтому, да, она может стоить дорого. Я не знаю, это как автомобили, да. Вот есть Мерседес, который стоит 5 миллионов, да. Есть Хендай, который стоит, там, не знаю, 600-700 тысяч. Да, казалось бы, там, 4 колеса, 4 двери, там, не знаю, фары. Все, в общем-то, плюс-минус идентично. Но все же вы понимаете, что качество сборка, ощущения будут совершенно разные. И когда вы покупаете, не знаю, Мерседес, то вы понимаете, за что вы платите. Также, в общем-то, мне кажется, и здесь. Ну и, как вы понимаете, плохую вещь подделывать не будут. Вот, а весь интернет просто забит вот этими вот подделками. А значит, оригинал стоит своих денег. Ну, мне так кажется. Ну, а с вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока! Вот эту потрогай и скажи, какая тебе больше нравится. Вот вторая, по приятной ночи. Сразу же, да? Прямо ты даже не задумывалась. Ну, теперь можешь, собственно говоря, открыть. Пользовалась. Нет, это можешь не говорить про пользовалась. Так, хорошо. Так, хорошо.